Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас жених и три невесты. Хозяйственная Маргарита, терпеливая Галина и доверчивая Татьяна. А жених у нас Сергей. Давайте знакомиться. Здравствуйте! Я приехал сегодня со своей дочкой Дашей найти жену и маму. А поможет нам в этом наша крестная мама Татьяна. Сергей, 35 лет. Вдовец, воспитывает дочь. Пару лет назад Сергей вновь пытался устроить свою личную жизнь, но отношения не сложились. Сергей, совладелец компании по продаже электротехники, живет в Санкт-Петербурге, любит рыбалку и отдых на даче. Мечтает завтракать и ужинать вместе с будущей женой. Предупреждает, много времени проводит с дочкой. Сергей не сможет ужиться с неряхой. Он ищет веселую, порядочную, хозяйственную женщину, которая полюбит его дочь Дарью, как родную. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасьте! Здравствуйте! Даш, а ну-ка расскажи нам, почему плачешь? Я думаю, потому что хочешь ко мне. К папе? Так а кто тебе мешает, дорогая моя? Иди к папе. Иди сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Видишь? Видишь, как у нас все здорово. Куда хочешь, туда и идешь. Моя дорогая. Ее надо забрать к нам в комнату. Да, мы ее утешим. Мы ее утешим, да. Это по-любому. Сереж, сколько лет назад обдавили? Два года. Два года? В 2011 году. Я вам очень сочувствую. Спасибо. Да. Неожиданно все, да, произошло? Ну, как сказать, рак. Поэтому, ну, при раке неожиданно, но вряд ли. Сам диагноз, да, был неожиданностью. Рак почки. Поставили диагноз во время беременности, на третьем месяце беременности. Выявили случайно, причем изначально не говорили о том, что это рак. Просто контрольный УЗИ почек был. И обнаружили некую опухоль. Ну, которая, в общем, развелась злокачественной. Да. Да. Поэтому после родов, ну, роды, беременности, роды, в общем-то, сказались. Ну, считай, она просто подарила жизнь своему ребенку. Ребенку, да. Сейчас со своими родителями. То есть они изначально готовились к тому, что, как бы, ну, это тяжело очень сильно. Я знаю, что у вас были очень хорошие отношения с женой, что вы ее обожали, вы были счастливы. Счастливы, да? Да, так и было. Отношения были. Ну, для меня это, наверное, был некий эталон семейной жизни, семьи вообще. А расскажите, как вот у вас происходило все, какой у вас был быт, за что отвечала жена, что вам больше всего нравилось в отношениях? А вы знаете, мы... Вы же взрослые были уже достаточно. Мне было 28 на момент знакомства, ей было 23. Вот. Но мы даже до свадьбы еще, ну, заявление уже написали, вот, как-то смогли не то, что договориться, а просто проговаривали... Договориться – очень хорошее определение. Нужно договариваться, это здорово. Да, мы проговорили, ну, некие свои обязанности. Причем это было не так, что вот ты моешь посуду, а я убираюсь, вот, а был некий консенсус, что мы делаем это все вместе. Вот так у вас и было. Так и было, большей частью, да, так и было. Вы молодец, что вы не сдавались, вы молодец, что дочку не отдали, как это бывает с молодыми мужчинами, родителям жены или родителям своим, что вы воспитываете. Ну, вам кто-то помогает наверняка? Ну, помогают сейчас мои родители в основном. Ваши родители. Но живете вы вместе? Да. Потому что, судя по тому, как девочка к вам привязана, все бытовые хлопоты связаны с маленькими в детский сад. Ходит в детский сад? Конечно. Все на вас? Ну, в основном. А время на личную жизнь остается? К сожалению, совсем немного. Совсем немного. Но вы все-таки нашли время, и у вас через полгода после того, как вы похоронили супругу, вы встретили женщину? Да, мы нашли друг друга через интернет. Вам эта женщина нужна была как отдушина, да? Навряд ли вы собирались с ней строить отношения в долгую? Ну, сложно сказать. Если бы тогда пробежала какая-то нужная искра, может быть, да. А она не пробежала? Нет. Как вы думаете, почему? Ну, я думаю, что слишком короткий срок для меня тогда еще прошел. Это мало времени еще прошло? Два года всего? Два года очень мало. Для меня это, наверное, было. Такая боль? Ну, и вас, наверное, все-таки в ней что-то не устраивало? А вот что хотелось бы услышать? Ну, понимаете, я все равно где-то подсознательно сравнивал, приходя к ней. И ваша новая женщина в этом проигрывала? Да. Она была неряшлива, в отличие от вашей жены, я знаю. Ну, я не могу сказать, что прямо уж неряшлива, но не совсем то, что мне хотелось. Не совсем хозяйственно, да, какой-то беспорядок дома. И... Молодая была? Были, да, таким... Ей было 31 год. Да ладно, молодая. Не молодая. Дети были у нее? Да. Тоже дочка постарше моей на год. А она пыталась как-то с вашей дочкой, с Дашей выстраивать отношения? Или вы не знакомили? Я не знакомил, хотя у нее попытки были, то есть она... То есть она хотела и познакомилась, да? Да, она хотела, она дарила подарки, специально покупала, там, какие-то игрушки, там, ну, такие мелочи, но для дочки. Вот. В этом плане все хорошо. Значит, у нее были серьезные к вам, видите, намерения? Да. У нее были серьезные намерения, это было видно по ней. Вот. Но я еще раз скажу, я, вот, я просто не готов была обманывать человека, не в моих правилах. И вы признались ей? Да, я просто, ну, все продолжалось месяца 3-4, наверное, и в один момент, я честно и сказал, что я не могу. Ну, за честность, респект. Да. Ну, хоть честно сказал. А не убегал. Ну, видимо, хотела попробовать, да, но получится, получится. Сергей, вот послушайте меня, печально, что жена ушла так рано, но ни вы, ни Господь Бог, да, и вы не могли предположить. Эта история закончилась. Женщины, которые появятся у вас, женщины, которые сегодня придут за вас бороться, это они не обязаны выполнять роль жилетки, сочувствовать бесконечно, помогать, выслушивать. Как ни странно и как ни жестоко это звучит, но это только ваше горе и горе вашей семьи. Поэтому какие-то даты, связанные с этим, вы будете проводить и отмечать вместе со своей семьей, отдельно от жены. Потому что любой мужчина, любая женщина хотят счастья в отношениях. Это первое. Женщине, которая придет в вашу жизнь, ей будет трудно, потому что у вас маленькая девочка, которая к вам привязана, с ней будет трудно найти взаимоотношения, взаимопонимание. Единственная помощь, это вы должны будете выстраивать отношения между вашей женщиной и вашим ребенком. Потому что ваша жена тоже захочет внимания и захочет много, и она будет иметь на это право. Вы для себя должны сейчас решить и мне честно ответить. Вам нужна жена или пока девочка маленькая, а мама своей дочери? Нет, в первую очередь нужна жена, которая будет мамой. Для меня эти понятия неразрывные. Не может быть. Жена отдельно, мама отдельно. Даша, Даша, ты вот просто мне сейчас ответить на вопрос. Дочь, ты чего плачешь? Вот просто скажи, какая причина? Просто плакать любишь? А, просто любишь плакать. Понятно. А вот давай так, если ты будешь сейчас плакать, чтобы тетю не напугать, которые придут сейчас к твоему папе, для того, чтобы вы были с папой счастливы, может быть, ты с крестной пойдешь погуляешь? Тебя уже рассмотрели тетя из наших комнат. Ладно? А потом мы тебя позовем. Хорошо? Ладно, Тань? И расскажи нам потом. Ему сейчас нужна помощница с дочкой. Ему нужна сейчас та женщина, которая его будет поддерживать во всем, которая будет встречать его с работы, будет провожать его на работу, которая будет его слушать. Скажите, а вообще ребенок плаксивый? Нет. Я объясню просто. Я на лето отвожу ее к бабушке, и, соответственно, мы увидели с ней полтора месяца назад в последний раз. И сегодня только вот я с поезда ее увидел, и она не может от меня отлипнуть и в гримёрке. Понятно. А так она папина дочка, поэтому расстроилась. Ясно, ясно. Сереж, но вы тоже должны какую-то волю свою проявить, потому что будет тяжело иначе. Хорошо? Как-то ненужно от себя нужно. И это только от вас зависит. Рассказывать, что это прекрасная тетя, вот она твоя мама будет. И ну давайте будем сегодня женщин, которые придут за вас бороться, рассматривать внимательно. Для этого я должна какие-то моменты выяснить. Значит, вам нужна женщина в первую очередь, а не жена, а не новая мама своей дочки. Ну, я вам еще раз говорю, я не разделяю эти понятия. Если у нее не получится стать мамой для моей дочки, значит, она не будет с женой. Как будете тестировать на предмет, хорошая она станет матерью для вашей дочери или нет? Я буду смотреть, как они с дочкой будут общаться. Я еще хочу сказать вам, это мы любим своих детей любыми. Те, кто приходят в нашу жизнь, это вы совершенно не обязаны делать. Поэтому все будет зависеть от вас, как вы подготовите своего ребенка. Если придет, а я думаю, вам нужна женщина взрослая, у которой уже есть дети от предыдущих историй, а вы только не один. Я не знаю. У вас одна проблема будет восстановить отношения дочка, а вторая проблема дополнительная, еще отношения между детьми, плюс эгоизм. Вот оно вам надо. Зато женщина с детьми вас никогда не упрекнет, потому что вы в равной ситуации. Сереж, скажите мне, пожалуйста, а почему вы задумались над вопросом, могут ли быть у нее дети от предыдущих браков? А потому что я не знаю, ну, я пытаюсь поставить, допустим, на место себя, на место женщины. Я с ребенком, как она будет принимать моего ребенка? Она будет более терпима к вам, если у нее будет свой собственный ребенок. Я не знаю, как я буду принимать чужого ребенка. А почему вы считаете, что она должна принять вашего ребенка, а вы не знаете, как будете ее? Почему вы? Я не говорю, что она должна прямо принять ребенка. Нет, вы сказали. Если не сложатся отношения с вашей дочерью, значит, не будет права. Да, но это не значит должна. Если у нас, если мы готовимся стать семьей, то отношения должны быть между всеми членами семьи одинаковые, одинаковая любовь, понимание. Конечно, поэтому она может быть с одним ребенком, а то и не с одним. Потом у вас родятся общие дети. Может быть. Да. Ну, то есть вы... Я не говорю, что нет категорически, я просто не знаю. То есть вы допускаете, и она не знает, и она тоже не воспитывала чужих детей никогда. Я допускаю, да. Если ты принимаешь, ты должен считать ребенка своим. Конечно. Не чужим. Как вы считаете границу дозвольного по отношению к вашей дочери? Вот должна быть, где проведена... Наказывать. Ну... Что будет ей поднять? Она должна принимать полноценную часть в воспитании. Если ей покажется, что... Девочки, пора спать. А она... Вы знаете, какие дети вредные? Я понял. Ваша жена говорит, Дашенька, пора спать. А она сядет к вам на коленице, скажет, нет, хочу с папой. И будет вас обласкивать, и будет вас целовать, и обнимать. Говорит, папочка, как я тебя люблю. Ты мой золотой. Вы же хитрые. И вот она будет до 10 вас обнимать, целовать. Вам будет это нравиться до 11. А вы будете говорить, ну ладно, пусть она еще с нами побудет. Она меня давно не видела. Нет. Воспитание должно быть двухсторонним. То есть, если кто-то один говорит, что, ну вот так должно быть, значит, я должен поддержать. Это маленький ребенок, завоевать его любовь, ну... И он будет... Тем более, она не помнит маму. То есть, можно стать мамой. Вам сегодня я советую встретить женщину, у которой вот такой стержень, редко я об этом говорю, который не сломить. Потому что взрослая, у нее должны быть уже свои какие-то правила и свои пути в этой жизни. Какие-то важные детали мы сейчас, да, важные в ее характере черты вас должны устроить. Но на остальное как-то, ну давайте, закрывать глаза. Она должна быть красивая. Она должна быть легкая на подъем и очень упорядоченная. Вам, женщина, хаос не подойдет. Когда у женщины беспорядок в голове, то у нее и в хозяйстве беспорядок, и во всем остальном. Ваша козерожья луна этого не потерпит. Жена должна быть понятная, предсказуемая. И вы должны чувствовать, что это та женщина, с которой ваша жизнь становится постоянной. Вот если жена способна дать постоянство, не то чтобы день за днем одна морковная запеканка, да, но если вы, приходя домой, будете понимать, что вас там ждет, пускай даже это не блюдо из французского ресторана, вы будете абсолютно уверены, что это ваш человек. Вот я сегодня желаю вам рассмотреть постоянство. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас тут Сергей. Встречайте первую невесту. Здравствуйте, Сергей. Я летела за тысячи километров, чтобы увидеть тебя, познакомиться с тобой. Я надеюсь, что, если ты выберешь меня, то я готова пролететь с тобой еще очень много-много тысяч километров. Я надеюсь, что так и получится. Значит, действительно мне понравилось, раз в такой путь пришлось преодолеть. Здравствуйте, Маргарита. С кем вы? Здравствуйте. Моя подруга Марина. Очень приятно. Девочки, давай-ка вас попробуем. Маргарита. 31 год. Временно не работает. Считает себя педантичной хозяйкой. Любит рыбалку и конные прогулки. Сокрушается, что не умеет печь пироги. Мечтает построить приют для бездомных животных в родном Буденовске. Предупреждает, не может иметь детей. Муж Маргариты изменил ей через неделю после свадьбы. Маргарита его простила, но брак спасти не удалось. Надеется, что Сергей ее никогда не предаст. И у нее он через неделю? Да, и при том он приехал и честно признался, на что сказал. Вот дурак. А как-то он так? Ну, я говорю, зато честно, я же не соврал. Ну, как бы сначала это было трудно понять, но я человеку дала шанс. А как это было возможно через неделю? Ты где его там носила? Ну, он с друзьями просто поехал там отдыхать. Пить пиво это все закончилось дальнейшими. Он приехал под утро домой, честно признался. А где был-то? Ну, Рос, где они бывают? В сауне, что ли? Ну, конечно. А, так это неизменно, это по пьянке вышло. Он вас и поколачивал, я знаю. Ну, да, были такие случаи неоднократные. Ну, за то, что как бы я сначала долго молчала, что-то терпела, ждала, когда человек, он был младше меня. И я просто хотела, чтобы человек, смотря на меня, на мое терпение, чтобы человек взрослел. Бежать надо сразу, вот такие. Конечно. Чтобы пятки сверкали. Какая разница в возрасте была? Шесть лет. Вам было сколько? Когда мы познакомились? Мне было двадцать девять лет. Двадцать девять, ему двадцать три. Брак продлился недолго. Через полгода после того, как мы поженились, я подала на работу сама. А пока встречались, все было прекрасно? Нет, наши отношения просто развились очень стремительно. То есть через три недели после нашего знакомства он сделал мне предложение. Ну, и вот как-то у нас все так развивалось. Хорошо, Маргарита, когда поняли, когда узнали, что не можете иметь детей? До брака или в браке? Я узнала об этом до брака еще, задолго. То есть я с этим уже достаточно живу. Хорошо, а своему мужу сказали о том, что у вас не будет детей? Да, я сразу его предупредила об этом. А его это не остановило, не испугало? Никак у молодого двадцать летнего парня? Нет. Ну, наверное, с его стороны. Это было просто очередное увлечение. А вот какая данная? Какое у нее? Почему не работаете-то? После того, как я вот окончательно уехала от своего мужа, это было после нашего женского праздника, 8 марта, я собрала девятого вещей и вот как бы уехала. Его не было дома, я решила, что все, как бы. Приехала домой, я устроилась на работу. А дом это где у вас? Буденовск. А, город Буденовск. Город Буденовск. Я устроилась, я работала, и я буквально две недели только, как я в поисках новой работы. Наверное, ей будет очень тяжело совладать с дочкой Сергея. Вы видели девочку, Трисплавенный горе, Дашу? Да, видела. Мне очень понравилась девочка. Во-первых, вот она не очень сильно напомнила меня в детстве, я тоже была таким пухленьким, смугленьким ребенком. А то, что плачет постоянно, это так. Плачет, я сама там в комнате не начала плакать. А вы чего плакали? Я хотела выйти успокоить ребенка. Я не могу, когда дети плачут. Вот если бы у вас была возможность успокоить Дашу, что бы вы сделали? Вот как вам кажется, трехлетнего ребенка, чем можно успокоить? Ему, его можно чем-то заговорить, чем-то заинтересовать, куда-то отвлечь, куда-то повезти, что-то рассказать. Ну, придумать вообще нелепую такую какую-нибудь игру, неэлементарно. А есть опыт там? Есть. А какой опыт у вас? Опыт... Ну, в провинции все же родственники, роднятся. Да нет, ну, это вопрос-то там. Вот, у меня есть два ребенка, которые меня называют няней. То есть не тетей там, не как, вот няня. Почему? Ну, потому что я очень много времени провела с ними. Родственники? Это дети моих подруг. Можно я? Ну, нужно обязательно, конечно. Рита, вы сказали, что через три недели вам сделал предложение первый муж. И вы согласились? То есть вы склонны к авантюрам, к неким такими? Ну, возможно, да, я склонна к авантюрам. Или он просто настолько покорил вас, что не могли удержаться? Ну, вот, все так стремительно закрутилось. То есть вот он в тот момент, он вот выложился вот так, что, ну, там другого ответа я просто не могла дать. Сергей, в Буденовске много женихов, а еще больше невест. И когда тебе уже лет за 26, в общем-то не очень приходится выбирать. Поэтому Маргарита не хотела быть одной. Ну, я думаю, так, скорее, там не такая уж большая любовь и подружка ваша кивает. Быстро, да, так? Сергей, в Буденовске. Покажите сюрприз. Вот этот чудный мишка, это был Даша. Ну, так как ее нету, такой вот белый мишка, он как раз подаю белое платье. Вот. Сергей, знаю о вашем увлечении, об одном из ваших увлечений рыбалка. Я решила вот подарить такой небольшой подарок, ну, так как я сама люблю, чтобы все было по полочкам, по порядку. Такой вот сундучок, в котором... Какая прелесть. Все может быть разложено. Мне покажите по порядку. И здорово то, что вы тоже любите рыбалку. Да, я люблю рыбалку. А это под задней. А это вот о здоровье. Но у вас еще есть какой-то сюрприз, я знаю. Да. Вы будете петь или танцевать? Мы будем с Сергеем танцевать. Здорово. Проходите. Попробуем. Я хочу пригласить тебя на вальс. Ты танцуешь вальс? Когда-то танцевал. Ну, я тоже за два дня научилась специально, потому что я всегда хотела потанцевать вальс. Не знаю, если не получится. Будем импровизировать. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо, дорогая. Проходите с подружкой в свою комнату. Я вам желаю огромного счастья. Я думаю, не зря вы столько километров проехали к нам. Я волновалась очень сильно. И что скажете, как вам? Мне понравилось. Понравилось своим отношением к ребенку. Терпением в некоторой степени понравилось. Ну, немножко насторожило просто. Вот есть какой-то четкий график ежедневный. Я тоже люблю порядок, но не люблю, когда меня начинают... Вот какие у тебя планы сегодня? Быстро нам по минутам расскажи. Я не думаю, что так будет. Послушайте, а вы тоже должны будете под свою женщину подстраивать. Что значит? Я не люблю. Вы тоже с вами люблю, не люблю должны будете разобраться. А если жена сказала, что это должно так быть, понимаете? И туалетная бумага должна соответствовать кафелю. И крышка должна быть опустена. Значит, вы тоже должны будете подстраивать. Я порядок этот держу сама. Я никогда никого не заморачиваю. То есть, как бы... Я буду ходить, убирать. То есть, сама. Да, да, да. Маргарита прекрасная. Очень она мне понравилась. И терпеть будет. И намного готова ради вас. И будет прекрасной хозяйкой. И хорошей мамой. И с ней договориться сможете всегда. Ну, а как ее в обществе показать? Прекрасно. Прекрасно она совсем. Прекрасно. Нет там никакой простоты. О, Боже, Сережа какой у нас прямо. Да, да, да. Сергей без рук. Хватит, Рос. Прекрасная невеста. Я боюсь, что Сергей, вы пали жертвой собственных стереотипов сексуальных. Дело в том, что наша первая героиня Козирог. И она своей статью, спокойствием земным. Она создала у вас вот это ощущение жесткости жизни, которая будет с ней. Поверьте мне, в отношениях близких через какое-то время она раскроется ровно той женщиной, которая вам нужна. Но первоначально вы любите женщин достаточно легких, сговорчивых, таких очень контактных и коммуникабельных. Она была немножко другой. Она была немножко зажатой и сдержанной. И было ощущение такой, ну вот, искусственности или чрезмерной строгости у вас, я думаю. Я считаю, что это тот человек, ради которого можно попытаться попритираться. Да, не всегда отношения начинаются прямо с феерии страстей. И у вас, и у нее. Следующий год, 2014, в личной жизни достаточно удачлив. Вы можете действительно хорошо жениться в следующий раз. И я вам это обещаю, прямо обставляю. А мы не в следующий раз. Мы в этот раз, ну прямо в четверг году. Даже если вы сегодня не выберете Маргариту, пожалуйста, через полгода наведайтесь к ней, либо в социальных сетях, либо как-то по-другому. Если будете оба одиноки, попробуйте, хотя бы через полгода. Не будет он одинокий. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса садут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Сергей. Надеюсь, подружимся не только мы, но и наши дети. А это небольшой вам сладкий сегмент. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Проходите. Женственная такая. Да. Милая. Видимо, милая очень, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Боже, сколько подарков. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Как приятно. Спасибо большое. Это печенье. Что разве, да? Прелесть. Да? Очень красиво. Сами пекли? Да. Какая вы умница. И еще я хотела бы небольшой подарочек еще Сергею. Так как он увлекается рыбалкой, я хотела бы ему подарить вот такую картину. Это карпы. Символ процветания и большой удачи. Надеюсь, у вас в жизни все сложится хорошо. Спасибо. У Сергея сегодня рыбный день просто. И небольшой зенечек можно. У Дашеньки я увидела платьице кружевное. Ей вот такая вот небольшая береточка. У вас будет возможность подарить ей... Лично. Да, лично. У нас не было возможности познакомиться с Дашенькой. Что это за молодой человек сидит такой красивый? Это мой сын Валера. Валер, привет. И ваша подружка или сестра? И тетя моя, Татьяна. Очень приятно. Давайте на вас покорим, узнаем вас получше. АПЛОДИСМЕНТЫ Галина. 30 лет. Инженер-инструктор из Самары. Работает в компании по поставке электротехнической продукции. Любит вязать и вышивать бисером. Коллекционирует оригинальные кулинарные рецепты. Мечтает о дочке. Муж Галины пил, гулял и поднимал на нее руку. Когда почувствовала, что у супруга появилась другая женщина, ушла от него. Надеется, что Сергей не обманет ее надежд. АПЛОДИСМЕНТЫ Валер, а я знаю, что это ты, дядя Сережа, увидел по телевизору и сказал маме, какой хороший дядя. Давай к нему поедем, да? А чем так понравился? Хороший. И точка. Хороший и точка. Галин, вот вы такая стройная, такая симпатичная. Почему были так несчастливы в браке? Почему столько терпели? Ну, наверное, в первую очередь из-за сына. Потому что агрессивным муж был только когда в подвыпившем состоянии. А пить часто? Это в последнее время это все частенько становилось. Было это в нерабочее время, когда у него были выходные. И стала замечать просто отношения ребенка. Он по-другому стал, когда отец приходил, выпивши, он кричал, ругался. И я стала замечать, что сынишка себя ведет, как-то замыкается в себе. А к ребенку как он относился? К ребенку? Не поднимал рук? Нет. Он на него кричал иногда только. Хотя изначально хотел семью, хотел детей. Все хорошо вначале было. Он стал вам изменять? Это уже после... Я почувствовала после рождения сына. Конечно, отсюда были драки, отсюда моего агрессия в поведении. Потому что ему хотелось не с вами и с маленьким детем, который то плачет, то хочет есть. А хотелось к другой женщине. Хотелось... Да, я соглашусь с вами. Ему хотелось к другому. Ну и задали ему вопрос. Я ему задала, да, я ему задала вопрос. И он что? Он с криками, с скандалом, не лезь в мою личную жизнь, она тебя не касается. Желаю вам в жизни семейной, хорошей, и счастью в личной жизни, да, не лезь в мою личную жизнь. Он легко согласился с тем, чтобы расстаться? Можно сказать, он не пытался меня вернуть. Были какие-то попытки, но он не пытался. А сейчас в каких вы с ним отношениях? Сейчас просто общаемся. А он ребенку уделяет время? Мы живем в другом городе, и нет возможности часто видеться с ребенком. Но хотя бы изредка? Изредка. В последнее время, раз в три месяца. По телефону разговаривают? По телефону сынешка не хочет разговаривать с ним по телефону. Деньги регулярно? Алименты есть, выплачивают. А почему ребенок не хочет, Валера? Чужой дядя? Не знает, о чем говорить? Нет, он знает, что этого мужчину зовут папа, что он к нему относится. Но просто у него давно своя семья, у него родился ребенок. И, видимо, вот эти заботы... С той женщиной, с которой изменял? Я так предполагаю, да. Как вы предполагаете, вы ничего не знаете о его настоящем? Я знаю. Я просто на тот момент, когда я ушла от мужа, мы еще не развелись. То есть документы были в процессе. И он решил познакомить, скажем так. Он позвонил, сказал, я хочу познакомить своего сына с его будущей мамой. С будущей мамой? Познакомить, да. И что было там? И он приехал с этой женщиной. Я, конечно, ребенка не пустила. Он говорит, ну, я только в моем присутствии. Ему нужна ребенка, да? Ему ребенка нужен отец. А девочки мать. Идеальная семья. Методы воспитания, которые кажутся вам непозволительны? Методы воспитания – это поднимать руку на ребенка. Со своим сыном мы пытаемся все договариваться. Договариваетесь? У нас в комнате, скажем, где мы живем, нет угла наказания. То есть в угол у меня ребенок не встает. Галя, а на женщину можно поднимать? На женщину? Ну, у меня ребенок, даже мужчина маленький, говорит, что нельзя. Нет, на женщину нельзя руку поднимать. Вот то, что позволительно по отношению к своему ребенку, да, ну и наказание в том числе, почему нет? А к девочке, допустим, Сергей, если у вас все сложится? Ну, наверное, как к своему ребенку. Как к своему ребенку, правильно. Я знаю, что у вас есть сюрприз. Да, я хотела бы... И для сюрприза нужна дочка Сергея Даши. Да, можно пригласить Дашу. Да. Ну, так нечестно. Одним привели, а другим не дали даже медведя подарить. Да. В детстве я очень любил снег. Я спросил у дедушки, а что же такое вообще снег? Тогда он взял обычную салфетку, сложил ее пополам, еще раз, и начал отрывать небольшие кусочки. Ммм, прям как с детства. Помните, сделали? Еще он добавил, что настоящая снежинка, она маленькая, она парит в воздухе и состоит из воды. Ну что ж, теперь она маленькая и состоит из воды. И для того, чтобы снег полетел, надо добавить немножко чуда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Нам всем очень понравилось. Спасибо. Галочка, вы можете забирать свою тетю, сыночка и проходить в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ А что скажете, Сереж? Мне очень понравилось. Она живая, ну вот именно, живая непосредственно. Приятная и невозможная. Да. Наличие ребенка в данном случае меня нисколько не смутило. А ребенок-то какой, посмотрите, дивный. Как он к вашей девочке с подарком, как себя вел. Видно, что воспитанный мальчик, нежный. А представляете, как это здорово, когда два ребенка, и между прочим, Валера будет тем самым мостиком, который поможет наладить отношения между вашей дочкой Дашей и Галиной. Потому что он абсолютно маленький джентльмен. Он будет скрашивать и сглаживать какие-то углы. Он нежный, вот такой прелестный ребенок. Единственное, что только, ну вы заметили, что мальчик увидел меня и сказал, да, вот готова ли Галина к каким-то отношениям. Вот, корень зришь, корень зришь. А не приехала ли только для того, чтобы, ну, для сына найти папу. А вы хотели, чтобы вас полюбили по одной фотографии? Или, конечно, для этого нужно знакомство? Дайте я вам что хочу сказать. Нет, я поэтому и... Вот дайте я вам открою один секрет. Я выходила замуж без любви. У нас с Игорем были отношения, но мы были такие друзья в засосу, что таких просто не бывает. И однажды он остался ночевать. Зима была страшная. И Георгий проснулся, маленький, ему было лет пять. Он увидел ботинки и сказал, ура, у нас Игорь ночует. И он к нему забежал в комнату на диван, прыгнул, его обнял, сказал, ура. И мама мне говорит, тебе этого мало? Чего хочешь еще? А каких вы хотите страстей? А знаете, как это важно, когда ребенок находит взаимопонимание с мужчиной или с женщиной? Как это важно? Да вы ее только через это полюбите. Я не против. И сыночка там хорошая. И Галина тоже прекрасная. Но в ее городе вполне достаточно мужчин. Нет так бы есть. Василиса, Василис. Не обольщайтесь спокойствием и покладистостью Галины. Она человек сложный, тонкий, очень обидчивый, ранимый. Не просто раненый, но и ранимый вообще по жизни. Я считаю, что эту женщину имело бы смысл рассмотреть не только потому, что ребенок замечательный, и потому, что чудесная, кажется чудесной. Потому что она бы вас научила тоньше, мягче относиться к женщинам. Совсем скоро Жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотри на Продолжутся, оставайтесь с нами. Если вы хотите выйти замуж с помощью свекрови и сыграть свадьбу, принимайте участие в новом проекте Первого канала, заполняйте анкету на сайте 1tv.ru и становитесь участником захватывающего реалити-шоу. Если ваш сын одинок, и вы считаете, что можете ему помочь с выбором будущей жены, принимайте участие в кастинге нового реалити-шоу и заполняйте анкету на сайте 1tv.ru Вы смотрите «Давай поженимся», я предлагаю Сергею встретиться с третьей невестой, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. В нашей жизни все не случайно, поэтому я думаю, что мы с вами здесь не случайно собрались. Будет приятно с вами пообщаться. Давайте пообщаться. Молоденькая девочка, да? Да, да. Привет, девчонки, как я люблю питерских. С кем вы пришли? Это мои подруги и коллеги Юля и Юля. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна, 33 года. Парикмахер из Санкт-Петербурга. Гордится тем, что училась в Испании. Мечтает о доме на берегу моря и о сильном мужчине рядом. Предупреждает, что не потерпит грубость. Считает себя слишком доверчивой. Рассталась с возлюбленным, чтобы проучить его. Пока переживала и жаловалась на него своей коллеге, та увела кавалера. Надеется, что Сергеем у них все сложится. Ну, я знаю, что вы пришли с дочкой. Вот такой небольшой подарочек от нас. Спасибо. Круто. И опять с Мишкой, опять с Беленькой. Даше повезло. У нее теперь много медведей. Дожили до 33 лет, а ребенка нет, замужем не были. Ну, как-то вот так все складывалось в жизни. Дело в том, что просто попадались такие мужчины, которые садились просто на шею. Вот давайте просто на шею, который вам попался и который вам разбил сердце. Ну, это последние такие серьезные отношения. Развивались очень быстро, познакомили друзья. Вот. И практически стали сразу жить вместе. Танюш, а почему стали? Вот он к вам ведь цепляться начал с самого начала. И внешность ваша его не устраивала. Хотя я не вижу, к чему можно было бы придраться. Ну, всегда же хочется, да, женского счастья. Вот, например, если бы мне мужчина сказал, что а мне нравятся там кореглазые блондинки, ну, не знаю, там, все остальное во мне совершенно, я бы от него ушла. Я бы сказала, так иди, кто тебе мешает, найди такой. А он жил на моей территории. Вы ставились чемоданчиком, это легко. Вы учились в Испании, курсы, наверное? Да, мы больше не квалификации. А у вас еще институт культуры за плечами. Почему не работаете по той первой профессии? Где же ее набрасывается столько работы? Где столько культурных людей взять, чтобы с ними работать? Кстати, да, она как латиноамериканка, да? Вот, посмотри, такая вот. Да, и ящная, такая вот поиск. Нет, она фигуристая. Горячая. И я вот вижу с ней рядом другого мужчину. А вот эта история, когда вы поехали с ним отдыхать в Египет, и он на вас руку поднимал вдруг. Но с чего? Человек просто показал себя вообще совершенно с другой стороны, и я вообще не ожидала. А что спровоцировало? Спровоцировало алкоголь. Я думаю, ну, человек, ладно, в отпуске давно не был, пусть... All-inclusive не один роман о спорте. Да, ну, как бы, в Египте. Вот, и даже, извините, те же арабы на ресепшене говорили. У меня много жен, но я их не обижаю. У тебя одна жена, ты ее обижаешь. То есть это было видно всем. И приехали, и спустя месяц как бы все хуже и хуже, еще раз я получила, и в концовке я ему собрала вещи. Давайте поговорим о Сергее. Сможете посвятить львиную долю своего времени Дарьи, девочке, которой три с половиной года очень нужно много посвящать времени, и это навсегда. Сложно так сказать однозначно. В 33 года... Да сможет, она сможет. Она с детьми очень хорошо ладит. И девочка, я думаю, будет очень, смотря на нее, копировать какие-то там... Татьяна... Прически, тем более парикмахер. Нет, прически это прекрасно. Вот отвечайте просто. Это же так, мне кажется. Нет, ну понимаете, я говорю, однозначно сказать не могу. Я могу сказать да, ну сейчас. Я детей люблю. Я детей люблю. А вы дружите с тещей, с бывшей Сергея? Еще сложно. С тещей тогда как-то посложнее будет. Здесь нужно общаться, я, ну как бы... Нет, а все успевать, например, и встречать Сергея, и выслушивать его истории, нравится вам это или нет. Как он привык в прошлых отношениях с прошлой женой? Нет, я готова отдать, да, ну как бы себя и вам, и вашему ребенку, но хотелось бы что-то... Татьяна, если в выходной день захочется выспаться, не знаю, посвятить время себе, полежать подольше в ванной с масочками, а ребенок запрыгнет в вашу общую постель и скажет, нет, тетя Тань, я хочу на детскую площадку, я хочу это, хочу то. Есть силы себя поставить на второй план и посвятить себя ребенку? Вы готовы? Или готовы через раз, например? Или скорее, скорее через раз. Как бы я готова, да, ну, 32 года, да, хочется... Потому что мужчина, допустим, с ребенком, который у мамы находится, это одна ситуация, а мужчина, у которого ребенок постоянно, это совсем другая ситуация. А вы когда на работе, а с кем у вас ребенок находится? В садике. Ну, дети болеют, их нужно лечить, не знаю, брать больничный лист. Конечно, ей все это будет тяжело, потому что она через это не прошла. Не сидеть с ребенком, который болеет, когда у него температура под 40, он плачет. А если Сергей будет получать хорошие гонорары и будет их откладывать, то есть на какое-то совместное проживание, но большую часть на обучение в дальнейшем в Лондоне или где-нибудь, как сейчас модно, за границей учить детей, на квартиру, которую он будет покупать девочке, когда она подрастет, чтобы она не мыкалась по чужим углам. Как вы будете к этому относиться? Слушайте, я абсолютно спокойна. Ну, скажите честно, Тань. Вот он скажет, вот ты же заработала сегодня, у тебя чаевые, вот это вот нам на пропитание хватает, а все остальные деньги я положил девочке на счет. Главное, чтобы я тоже не была обделена. Вы не будете отслеживать? Можно я вопрос с удомой? Да. Может быть, я по-другому немножко спрошу. Вот, ну, исходя из опыта предыдущих отношений, совместных, когда вы жили, вот как ваш бюджет строился общий? Вы что-то в одно складывали или каждый получая зарплату? Совместные, раздельные? Или каждый получая зарплату, там, что это я заработал. А вы как предпочитаете, чтобы в вашем семье было как? У меня совместный бюджет, для меня это нормально. А жене, она может свои там заначки? Конечно. В семейной жизни твое-мое не существует. Должно быть все наше. Покажите сюрприз. А как мы с вами оба из Санкт-Петербурга, культурная столица, не будем изменять традиции, я вас в театр приглашаю. Это билеты, билеты, билеты в театр. А в какой театр? У места Рожевской. Спасибо вам большое, девочки, проходите в свою комнату. А как вам, Сергей, девушка? Ну, мне девушка, конечно, тоже понравилась. Ну, есть много вопросов. Например? Ну, Таня не дала однозначного ответа по отношению к ребенку. Также она не ответила по поводу денег. Сегодня все сидят здесь, девушки, и все такие прекрасные, замечательные. Это же неправда. Нужно просто сказать честно. Конечно, я хочу контролировать все доходы своего мужа. Я имею право только потому, что я его жена, я его обстирво обглаживаю, я с ним живу, я от него терплю пятое-десятое, и я хочу вместе с ним решать, сколько денег пойдет на будущее его дочери, потому что у нас еще есть совместные и так далее. Нет, ну, общий бюджет здесь еще плохого нет в этом. Абсолютно неискренне, не понравилось, как она себя здесь вела. Поэтому для меня, например, неудивительно, почему она в 33 года одна. Почему она так наютала? Мне нравится имбериться, пожалуйста. Найдется правильный мужчина, вот как вы, и на правильную дорогу его поставят. Прошлого, по сути, нет, детей нет. Научите, на то вы и муж, собственно, задавайте правила. А то, что она хозяйственная с точки зрения того, что денежки считать будет вам, это тоже на пользу. Татьяна человек решительный, предельно прямой, откровенный. И здесь то, что она колебалась и не могла сразу явно высказать свои предпочтения относительно ребенка, семьи, каких-то моментов, я отношу скорее к вежливости или к желанию действительно произвести впечатление, понравиться. Но поэтому правду впрямую не говорилось. У нее не было ни одной секунды желания понравиться и произвести впечатление на Сергея. Но, тем не менее, это так. Она пыталась произвести впечатление, в том числе и на всех присутствующих, потому что есть стереотип, что придя в студию, ты должен говорить вообще на людях. Ты должен говорить то, что от тебя хотят услышать. Вот она здесь жила этим самым стереотипом. Но Марс во Льве, сильный, который в гороскопе, пожалуй, самая такая явная планета, подсказывает, что она совершенно не столь тактично будет в общении. Она действительно может явно заявить о своих желаниях, предпочтениях. Наверное, это неплохо. Ей нужен настоящий спортсмен. Вы мужчина не спортивного типа, не завоеватель. Вы спокойный, вы другой по складу своему. Я считаю, что она должна искать своего, вот этого самого спортсмена. Как тебе жених? Жених мне понравился. Если он за мной, он сюда зайдет, то я буду просто пообщаться. Ну, не мой. Сергей. Да. С тремя невестами познакомились. Мне кажется, есть из кого выбрать. Есть. Сделали свой? Да, свой выбор сделал. Мне очень понравилась Маргарита. И мне очень понравилась Галина. Преимущество Маргариты перед Галиной, то, что у нее нет детей, так, как вы хотели. Она будет хорошей женой, такой старательной. Но Галина такая в эре сексе, и она такая женственная. Мне кажется, это то, что вам нужно. Я разрываюсь между Маргаритой и Галиной. Если вас не смущает этот очаровательный мальчик, Валерка, какой-то совершенно потрясающий. Поверьте моему опыту, найти мужчину или женщину для брака или серьезных отношений, хотя то же самое, это не проблема. Вот выстроить отношения. И порой самая маленькая мелочь, как бытовуха даже, и даже вот то, что расстояние, может просто все разрушить. Я поэтому за Татьяну. У вас очень много общего. Город, который позволит вам вместе. Она статусная, мне она нравится. Попробуйте, Татьяна. А, розы за меня, да? Ой, отлично. Несмотря на то, что наша первая героиня Маргарита не вызвала у вас какой-то бурной страсти, это было заметно. Вы над многим раздумывали после того, как она отсюда ушла. Но астрология рекомендует именно ее, потому что именно с ней вы можете найти больше общих точек соприкосновения на втором этапе отношений. А знакомство и какой-то конфетно-букетный период продолжается недолго. И вот этот самый второй этап отношений, он и занимает большую часть жизни. Повторюсь, даже если сегодня не решитесь в ее пользу, через какое-то время все равно наведите справки, если будете одиноки к тому моменту, если она будет одинока. Абюк, тебе понравился жених? Да, мне понравился. Я очень жалею, что произвела не то впечатление. Но если он за мной зайдет, Марина, я выйду. Ну, в общем, слушайте себя, ну и к словам Василиса прислушайтесь. Проходите, мы вас победим, Евгеновича. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Вадим, 36 лет, номер 2798. Преподаватель университета, доцент. Гордится ученой степенью своими монографиями и научными трудами. Мечтает о крепкой семье и детях. Хотел бы встретиться с порядочной девушкой до 27 лет, у которой нет детей. Марина, 25 лет, номер 2799. Переводчик, имеет собственный магазин детской одежды. Говорит на четырех языках. Считает себя чересчур требовательным человеком. Мечтает о семейном счастье с брутальным брюнетом до 38 лет. Мы не знаем, выйдет Сергей один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить и давайте его поддержим. Я пришел к вам. Я очень рада. Чтобы начать, попробовать начать какие-то отношения вместе. Я рада. Сегодня у нас есть пара Сергея и Галина. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился какой-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. Я, Лариса Лизеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, пожелимся. Удачи. Ну, давайте будем относиться к мужчинам как к людям. Надо найти какую-то... То есть ты правду говоришь. Да, если у меня четвертый муж. Ну, вообще человек, не привлекающий внимания. Страшненький, старый. Да. Очень богатый. Татарин? Да, татариня. А татарша Асюлисисная? Татар Асюлис. Вот это вот смутило меня фотографии, где у вас доллары в глазах. В глазах, ага. И правильно так и должно быть. Вдвоем наедине романтика. Ну, типа, полежим. Да, вот, полежим, посидим, будем дома. Придет ноченька, и рядом со мной будет лежать вот это тело прекрасное. А больше мне по стариковски ничего не надо. Редактор субтитров А.Семкин